Ни для кого не секрет, что даже лечение обычной простуды может обойтись в одну тысячу и более рублей. Конечно, некоторые заболевания можно вылечить инородными средствами. Но если речь идет о серьезных патологиях, без дорогостоящих лекарств не обойтись. В прошлом видео мы говорили о том, как бесплатно получить лекарства или привезти их по льготной цене. Сегодня мы поговорим о препонах, которые могут возникнуть на практике с бесплатными или льготным получением лекарств, а также о новом федеральном лекарственном регистре граждан. Как добиться положенного рецепта на бесплатное лекарство? Если участковый врач отказывается выписать рецепт при наличии медицинских показаний, то можно обратиться к руководителю медицинского учреждения, главному врачу. В том случае, если не удалось разрешить вопрос с главврачом, то необходимо написать жалобу в региональное отделение Минздрава. Удобнее всего жалобу отправить через сайт госуслуг. Бывает, что рецепт врач выписал не на том бланке, а для получения льготного лекарства рецепт выписывается на специальном бланке, на котором должно стоять две печати врача и медицинского учреждения. В этом случае аптеки откажут гражданину в получении лекарства. Еще одним препоном на пути получения бесплатного лекарства является его отсутствие в аптеках города. В случае временного отсутствия лекарств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания, аптека должна организовать в течение 10 рабочих дней с датой обращения его отсроченное обслуживание или осуществить отпуск аналогичного лекарственного препарата, предусмотренного перечнем, взамен выписанного или иного лекарственного препарата по вновь выписанному рецепту. То есть аптека должна заказать препарат и выдать его гражданину в течение 10 рабочих дней или 2 недель. Если же препарат выписан в врачебной комиссии, то аптека должна обеспечить им гражданина в течение 15 рабочих дней. Однако аптеки могут проигнорировать данную обязанность, о чем свидетельствуют жалобы в прокуратуру и Минздрав, а также наличие судебных споров. Законом предусмотрено создание федерального регистра граждан, которые имеют право на получение лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. Порядок ведения федерального регистра, в том числе порядок доступа к сведениям, содержащихся в нем, порядок и сроки предоставления сведений в указанный регистр устанавливается правительством. Минздрав уже разработал порядок ведения такого регистра. Так, в федеральном регистре будет содержаться следующая информация. В СНИЛС при наличии ФИУ дата рождения, пол, адрес места жительства, место пребывания или место фактического проживания, серии номер паспорта, свидетельства о рождении или удостоверении личности, дата выдачи указанных документов, номер полиса ОМС. Сведения об основаниях пребывания или проживания в России для иностранного гражданина лица без гражданства, в том числе беженца. Диагноз заболевания состояния, включая его код по международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. Категория заболевания. Сведения о назначении и отпуске лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания. Иные сведения. То есть в регистре будет содержаться полная информация о получателе лекарств, что позволит наладить контроль не в ручном, а в автоматическом режиме за обеспечением льготников лекарственными средствами в нужные сроки и в необходимом количестве. Кроме того, информация о необходимом количестве лекарств и медицинских изделий позволит запланировать закупки препаратов. Старт введения федерального регистра 1 сентября этого года. Таким образом, чтобы претендовать на получение бесплатных лекарств, гражданину необходимо быть включенным в такой регистр. Все о положенных льготах вы можете узнать из нашего видеоплейлиста «Субсидии и льготы». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые ролики. И это еще не все. Если вы сидите в Инстаграме или Фейсбуке, мы тоже там есть. Аккаунты можно найти в шапке профиля нашего канала. И, конечно, подписаться.